Итак, господа, вернулся сегодня от свеча, денег получал на новый шмот, и в итоге прихожу, а мне 50 сообщений в ВК о том, что купец, после того, как его бассали на стриме, выложил видос, вполне было очевидно, захожу, ну, 112 дизлайков, плюс мой, естественно, я дизлайки люблю давать, заслуженные, можно еще и порт каналу дать, конечно, но страйки кидают только лискейт. Я-то изи, могу забанить его канал прямо сейчас, ну, если купец будет сильно перегибать, будет страйк, ну, неважно. Итак, что мы имеем? Сразу захожу, вижу, во-первых, комменты с его твинк-аккаунтов, звони, сучка, подписок, ноль подписок, в общем, пишет своего твинка, прикрепляет, типа, это мнение людей. Мнение людей ты можешь почитать под своими всеми видосами, про то, как ты охуенно мышкой играешь, но я-то знаю, потому что ты войну, на войне одну руку потерял, а на другой нет пальцев, потому что ты их продал за бутылку водки. В общем, почитай, пока не удалил комменты, что о тебе думают. Теперь пишет. По факту унижен. Ты зашел ко мне на стрим, я не знал о твоем существовании вообще, ты зашел ко мне на стрим, попытался меня убить со своим подсосом-миликом, со своим ёбаем, я вас обоих обоссал. Ты начал писать, вызывать на какое-то аресталище. По поводу аресталища. Во-первых, я тебе предлагал спекнись с ледопытой, выйдем с тобой на аресталище один на один. Но нет, ты захотел гладиатором, с 30 тысяч хп, на аресталище против лука, у которого 14 тысяч хп и 10 тысяч маны, где топовый баланс. На аресталище, кто еще не понял, аресталище равно дети шлюх. Кто ходит на аресталище и гордится этим, тот дебил ебаный. Потому что самый топовый баланс, это когда у тебя маны меньше, чем ты можешь выдать дамагу там по тому же гладиатору. За 10 тысяч маны ты не убьешь гладиатора 30 тысяч хп в латах. Никак. Так что, сын собаки, если ты захочешь поупешиться на своем ебаном аресталище, даешь следопыта, пишешь мне в ВК, как обычно делаешь, и обращаешься. Так, дальше. Надо уметь признавать поражение. Мне кажется, если бы я не признавал поражение, то у меня не было никогда видосов с поражением, у меня не было бы такой... Таких топовых шутеречек, типа насосать члены миликов и прочего дерьма. Я понимаю адекватно, что следопыт это самый низший класс вообще, что есть в этой игре, что его ебашат все, кому не лень. Ну, в принципе, я горжусь, что у меня винрейт 80%. Слава богу, он записал этот видос не в конце месяца. В конце месяца у меня будет 60%, если кто не знает. Что тут еще? Твои подсосы своими комментариями и дизами поднимают видосик. Ага. То есть, я пока еще ничего не выкладывал, а уже у него 113 дизлайков. Челик, ты понимаешь, что будет дальше? Мы на стриме угарнули, ладно, я поясню, не знаю, может это было жестко. Он зашел ко мне на стриме, когда первый раз сдох, он забайтил мое внимание. Мы сразу же зашли, сделали ему немножечко больно. Челик, Челик просто нахуй, он тут чистил комменты, блядь, сколько? Кумусор, хуесос. Он почистил комменты, тут было 125 комментов и, типа, кумусор все писали. Типа, кумусор, кумусор, ха-ха-ха, блядь, ну ладно, типа, это было жестенько, да. Но, по-своему, пошел так нахуй. В общем, переходим к моменту, почему же купец так сильно сгорел. Это прикольно, ха-ха, смотрим. Я нашел купца. Почему у него маг с посохом в команде? А, это, это миди. Ебать дэмэдж, ебать дэмэдж у Челиков. Эти, эти топовые дамаги, блядь. Это, кстати, не тот же, чтобы уча снарение, прочь? Обладатели глайдеров, не Кракена и Дракона, смотрите на это, это пизда. Просто как же он читается? Ха-ха, блядь. Что за челик? Ну-ка, бац. Не убил, странно. Голубь не спущусь, но я, скорее всего, умру, сразу говорю. А где они? Где? Вы в домике? Вы что, спрятались? Алло, блядь. Уйди. Больно. Нахуй, могилу к матери, дебил, блядь. Ой, пока. Подписота на связи, ёпта. Уважение фанатикам 4К. В могилу, как говорится, к родным. Такие легчайшие бомжи. Вы что, от меня на третьем этаже прятались, что ли? Ха-ха, сука. Не дай боже, я зайду и там увижу кровать. Не дай, господи, вы там спаивались. После, не дай боже, я обнаружу там кровать. Ах, вы жалкие пидоры. Ах, грязные пидоры, блядь. Ха-ха. Надеюсь, вы за собой постельное сменили. Теперь адекватно. Насколько мне жаль просто людей. Вот, к примеру, купец, да? О его существовании я не знал. Я узнал, типа, 2-3 дня назад, мне скинули видос, типа, где он там что-то пишет про меня. Этот человек сейчас записал на меня аналитику, на моё ПВП, на АЭНу, где почему-то сливаться с лидопытом Миликом стало внезапно позорным. Боже, блядь. Человек в дельфийском шмоте наёмника, в который он по фууу вставил 3-грава по 50 сопротивления, при этом носит бижу хранителя. Хранителя, блядь. Который даёт по 200 сопры. С вечным бачиком эти слипа. Костюмом, который только на внешку даёт ему внешку, блядь. Просто он не понимает даже сути этой игры. Почему он что-то пытается из себя высрать. Его максимум это плавать с 5 дебилами и гопать там 1-2 даунов, 2 КГС, которые везут паки. Ладно, извиняюсь, пока в озеро не дауны, но, типа, если вы, наверное, от купца не можете убежать, то вам не стоит возить паки. Просто суть контента-то его. Он бегает там, плавает с 5 людьми, гопает 2-3 челиков не одетых, выкладывает видосик. Просто спасибо. Спасибо, что ты дышишь. Я не смотрел особо, что он там делает. Надеюсь, у него нет аналитики, как у Лискейта, по поводу, там, типа, сновидца 2 КГС убивают миликов 7К. Потому что именно такие люди обычно и делают подобное дерьмо. В общем, пожалуйста, не скидывайте мне больше никогда купца, не скидывайте еще каких-то, блядь, тот же самый Гочес. Не надо мне Гочеса. Гочес тоже такой дед отбитый, блядь, просто нахуй конченая мразь. То же самое и купец. В общем, и сам купец. Если ты будешь еще подобное выкладывать, ну, ты понимаешь, ты будешь вечно в дизлайках. Ты будешь постоянно в дизлайках, от этого ты ноешь. Ты ноешь, зачем ты мне дизлайки ставишь? Потому что ты, блядь, виноват. Еще раз будет, будет еще, будет еще, понимаешь? У меня подписчики, которым нравятся срачи. Мне тоже нравятся срачи, но не с тобой. Ты какой-то, ну, ты вообще, блядь, мусор ебаный. Ты, ты ноль, понимаешь? С тобой даже не посраться нормально. Сориан. В общем, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok,